Мы приехали в Святой Августин, и самое первое место, куда мы идем, это отель Флаглера. Генри Флаглер построил три отеля в Святом Августине, чтобы сюда приезжали, отдыхали. Но спустя, естественно, время один отель стал музеем, это вот этот вот как раз-таки отель. Один отель остался отелем, его скупил Мариот, и другой отель стал колледжем. Ну вот, мы заходим внутрь. Такое интересное бесподобное зеркало, ручная работа, конечно, просто невероятный шедевр, очень красиво. В этом отеле было все, и спортивный зал, и один из самых первых крупных бассейнов. Также была русская баня, была еще сауна, и также было казино в этом отеле было, и было место, где танцевали, так сказать, бальное место. В общем, чего там только не было, люди приезжали, отдыхали, развлекались, играли в казино, проигрывали деньги. Многие шли, плавали в бассейн. Вот это как раз-таки та самая русская баня, которая была построена так много лет назад. Вот так вот она выглядела. Сейчас уже музей, никто уже здесь не парится, у нас все равно очень интересно. А напротив этой бани находится массажный салон, ну, раньше находился. То есть люди либо после бани, либо до бани пришли и расслаблялись с массажем. А вот здесь представлен всевозможный хрусталь цветной, прозрачный, просто тоже шедевральные, я считаю, тут и фужеры, и тарелки, и канделябры, и чего тут только нет. Огромная-огромная коллекция. Хрусталь такой достаточно тяжелый, можно потрогать там некоторые экземпляры. Вот такая красота. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Вот такой вот колледж флаглера, вот это сам флаглер. Ну и зайдем внутрь, посмотрим. Можно зайти, посмотреть, как там происходит обучение. Место, конечно, очень такое магическое, потому что много историй, учитывая, что это был все-таки один из самых шикарных дорогих отелей, который флаглер построил вообще. И, конечно, тут аура такая сейчас студенты учатся, был отель, стал колледж, так интересно. То есть, я думаю, здесь очень-очень даже неплохо учиться нынешним студентам. Я бы сама бы с удовольствием бы, наверное, опять стала студентом и пошла бы в этот колледж учиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотреть можно только вот этот главный холл. Наверх нельзя подниматься, и в другие комнатки тоже, к сожалению, нельзя посмотреть. Поэтому мы вот любуемся тем, что возможно, очень красиво. Чувствуется роскошь, как это все раньше строилось, особенно отель. А вот сейчас мы вышли и смотрим на этот же отель уже снаружи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нагулялись, налюбовались днем, и вот теперь мы любуемся вечером. Вечером Святой Августин преображается прям в нечто волшебное, магическое, бесподобное. Каждый домик, каждое здание украшено вообще гирляндами, огоньками, это что-то волшебное, невероятное. Их главная площадь, деревья такие красивые, конечно, одно удовольствие гулять, очень много туристов, где-то около 2 миллионов, да, туристов ежегодно посещают Святой Августин. И, конечно, народу очень много, и вот Кристос, Новый Год, самые такие волшебные как раз-таки периоды, когда хочется попасть в эту сказку, в эту красоту и любоваться, любоваться просто бесконечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вообще, у Маяка тоже очень много интересного всего, связанного, вот тут и кошку с Маяка с парашютом сверху запускали, было много интересных историй, связанных с Маяком, ну и конечно, самая главная его функция. Дима Торзок 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 Ну, на следующий день мы отправились в троллейбусный тур. Троллейбус, у него 22 остановки, и он открытый. Ну, поскольку нам выдалось достаточно холодное Рождество, то, конечно, было достаточно прохладно. Вот, ну, мы выходили на некоторых остановках, но, конечно, все 22 остановки обойти-то просто невозможно за один день. В Рождество после трех часов уже все практически закрыто. Нет, за день до Рождества и на следующий день в Рождество работают только рестораны и магазины, то есть все вот такие места, достопримечательности, они все закрыты, потому что, естественно, праздник. Форт. Сейчас был деревянный, его сожгли, потом построили каменный. А мы идем в пиратский музей. Городский музей. Интересно-интересно. Сужене там спрятали. Ну что, пойдем внутрь? Святой Августин самое первое место поселения европейцев. Испанцы были первые, но англичане постоянно воевали с испанцами и пытались их выжить с этих территорий. И из Англии пираты, не только из Англии, в общем, пираты постоянно наведывали Святой Августин, творили всякие бесчинства, грабили, зажигали. В общем, много было всякой истории. И вот этот музей построен, где представлены история и краткое описание самых жестоких пиратов, что они вытворяли, как они были казнены, как они казнили, в общем, что происходило за эти времена. Испанцы. 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 Спасибо. Спасибо. вот это совершенно неподъемные сундуки где пираты хоронили да потом естественно закапывали прятали сокровища золото всевозможные драгоценности после пиратского замечательного музея в котором мы провели на полтора часа мы решили прогуляться по старинному городу немножечко поискать горячий шоколад вот она замечательное это место где можно купить всевозможные шоколад яблоки в шоколаде всякие сладости и конечно же сам горячий шоколад что собственно говоря мы и сделали пьем горячий шоколад а вот это сам форт крепость построен в виде виде пятиконечной звезды я не такой форт видела не только здесь вот именно как пятиконечная звезда достаточно похожие в европе есть да ну вот у нас нас наш первый завоеватель точнее уже не первый я не знаю миллион первый пытается покорить форт ну мы отправились дальше на нашем прекрасном троллейбусе смотреть обследовать святой августин то есть троллейбус этот тур сделан так что ты можешь он ходит каждые 10-15 минут ты можешь выйти на каждой остановке зайти куда тебе надо посетить посмотреть потом на следующий там или еще какой пойдет и опять сесть поехать дальше куда тебе надо и у тебя есть карта и ты выбираешь какое место ты бы хотел посетить чтобы ты хотел посмотреть таким образом вот такой вот тур и естественно экскурсовод как бы не экскурсовод а водитель который ведет этот трамвайчик он же экскурсовода он рассказывает о каждой каждой достопримечательности интересные факты но у нас на сегодня вот последняя остановка то что мы успеваем посмотреть это вот такое первое место поселение испанцев то есть вот именно здесь они обосновались они здесь жили свое ли территории здесь также находится называется как уже такое место музей как фонтан молодости то есть был здесь такой источник из которого пили воду ну вот сейчас он называется фонтан молодости ну и здесь вот собственно говоря представлен этот источник можно посмотреть здесь также можно посмотреть первую церковь здесь есть и планетариум но у меня заканчивается батарейка и собственно говоря на рассказ на сегодня тоже заканчивается очень хочу вернуться